Всем привет! Вы на канале Просто Детки. И сегодня мы продолжаем игру День Каю. Мы уже сняли утро с Каю. И снова здравствуйте! Перед тем, как начать День с Кая, выберите профиль вашего игрока. Да, вот мы играли Каю или Каю. Отлично! Теперь вы можете провести День с Кая. Вы можете приготовить завтрак, помочь ему в школе, поиграть с ним в парке, сделать вместе пиццу и многое другое. С чего вы хотите начать? Не тратьте время. Кая вот-вот проснется и хочет встретиться с вами. О, а если хотите, вы можете сразу перейти к пазлам, рисованию и заданиям с цветами или сыграть в змеи и лестницы. Так, ну мы будем учиться с ним в школе, потому что утро мы с ним уже провели. Кая любит ходить в школу. Выберите одну из игр, чтобы учиться и получать удовольствие вместе с Кая. Давайте начнем по порядку. Кая учится писать. Помогите ему с гласными и цифрами, обведя их линией пальцем. Так, что это у нас? У нас это циферка. Вот так вот. Семь. Дальше. О, что это за утка нарисована у нас такая? Какая-то неправильная утка. Два. А, это два, а не утка. Вы видели? А что это за круг такой? Ой, не туда. Вот так вот. О. Отлично сработано. Вы выиграли еще одну головоломку. Так, головоломку мы потом в конце обзора рассмотрим. То есть в конце, когда мы весь день с ним уже поиграем. А пока что давайте перейдем к следующему уроку. Кая любит животных и хочет узнать их название на английском языке. Вы можете помочь ему, нажав на правильное животное? Давайте попробуем. Так. Все услышали? А, вот, кстати, написано. Я, правда, в английском не силен, то есть butterfly, это бабочка. Dog. Dog. Это песик. Dragonfly. Ооо. А, dragonfly. Стрекоза. А то я не расслышал. Здесь можно заходить сюда. Замечательно. Вы справились с еще одной головоломкой. В эту мини-игру еще раз и буду изучать названия других животных, соответственно, другие английские слова. Так, ну мы пока мы сейчас рассмотрим все мини-игры. Переходим к следующей. Ой, Рози потеряла мяч. Но с вашей помощью Кая может вернуть его. Перемещайте планшет или смартфон так, чтобы мяч возвращался к Рози. Да, вот это вот сложное задание. Если учесть, что у меня не планшет и не смартфон. Так. А компьютер... Ай. Смотрите. Да, даже еще и получается что-то. Ух ты. Не думайте, конечно, что я компьютер наклоняю. Есть специальная программка, которая это все делает. Вот. Все равно это очень тяжело, на самом деле. Получилось. Поздравляю. Вы решили еще одну головоломку. Так. Третье задание выполнено. Что это за улиточка нарисована? Ты говоришь по-английски? Кая учится, но у него все еще возникают некоторые трудности. Слушайте внимательно и нажмите на улитку правильного цвета. На улитку правильного цвета. Это, я так понимаю, мы цвета будем учить. Давайте попробуем. Ред. Ну, это, я думаю, все-таки знают. Это красный. Ред. Йеллоу. Йеллоу. Это желтый. Тоже правильно. Оранж. Ну, и оранж. Это тоже все знают. Это апельсин. Ну, апельсиновый. Все говорят на апельсин тоже. Оранж. Он так и называется. Это оранжевый цвет. Правильно. Замечательно. Будем учить лиц цвета. С еще одной головоломкой. Посмотрите, сколько пазлов уже открылось у Каю. Так. Ну, пятая. Пятый урок. Каю такой умный. Такие уроки учат. Замечательно. Время для музыки. Помогите Кая играть на пианино, нажимая на клавиши того же цвета, что и музыкальные ноты. Обалдеть. Давайте попробуем. Да, пока что музыка какой-то не звучит. Хотел побыстрее, а она не получается. Как-то так я и хотел. Отлично сработано. Вы выиграли еще одну головоломку. Переходим к следующему уроку. Там нарисованы машинки. У Кая очень хорошая память. А у вас? Покажите свою память, находя пары одинаковых карт. Ну что. Я думаю, в такие игры мы часто уже играли на нашем канале. Поэтому проблем быть не должно. Вот автобусы. Вот котик. Ну, а первые две картинки, значит, часики. Отлично сработано. Вы выиграли еще одну головоломку. Ну что. Седьмая игра. Всего их здесь я так понял. Класс. Кая и его друзья любят гонки. Посмотрите внимательно и нажмите на бегуна, который придет к финишу первым. Так, ну смотрим. А Каю бежит по вот такой длинной траектории. У него, наверное, самый длинный путь. Вот эта вот девочка, забыл, как ее зовут, с красненькой линией бежит, наверное, самым коротким путем. Ну а тот мальчик, что внизу, друг Каю, он бежит по траектории, которая вторая по длине. Поэтому, наверное, вот этот вариант. Как его отметить? Отметить. Да, правильно. Так, смотрим теперь. Первая линия очень длинная. Вторая линия, по которой бежит Каю, самая короткая. И третья линия, по-моему, на втором месте. Давайте попробуем. Да, вот Каю прибежал первый. Так, и смотрим опять. Получается, первая линия у нас, по-моему, самая быстрая. Вторая. Так себе. Средняя по длине. И Каю бежит самый-самый медленно. Давайте попробуем. Да, опять я угадал. Отлично сработано. Вы выиграли еще одну головоломку. Переходим к восьмой игре. Ух ты, гусенечка. Посмотрите внимательно, где находятся игрушки. Потому что скоро они переместятся. И вы должны будете помочь Каю расставить их на свои места. Ух ты, а это сложно, ведь тут много чего. Давайте пробовать. Ух ты. А где песочные часы были? А, тут нам даются подсказки, я понял. Песочные часы. Здесь что? Ёжик. А здесь кинжинчик. Отлично. Запоминаем. Перемещаются. Так, часики теперь стояли на полу. Кораблик стоял на полочке. И пингвинчик на стульчике. Тоже правильно. Запоминаем. Так, пингвинчик на месте часиков. Рядом кораблик. И зайка стоит опять на другой полочке. Вот и все. Отлично сработано. Вы выиграли еще одну головоломку. Ну что, это было уже восьмое задание. Ага, здесь не десять заданий. Здесь больше. Смотрите, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Я просто не считал так, наверное, на вскидку. Как говорит лягушка о летучее мышь? Помоги Кайе узнать звуки, нажав на правильное животное. А как говорит летучая мышь? Я, допустим, не знаю. Ой. А еще раз. Может быть, это рыбка? Правильно, оказывается. О, ну тут, конечно, все знают, что так бекает овечка. Что, опять рыбка? А зачем нам повтор? О-о-о-о. Это ни с чем не перепутаешь. Конячка обычно делает. И-о-о-о. Нет, конячка. Может, просто хорошо получается. Сначала показалось, что это Пеппа, в смысле, свинка. А оказывается, нет. Это лягушка. Вот и все. Пока мне эта игра больше всех понравилась. Это мини-игра. Поздравляю. Вы решили еще одну головоломку. Переходим к предпоследней. Где нарисован самолетик. Ой, предметы, кажется, смешались. Помогите Кая найти лишний предмет и нажмите на него. А какой здесь предмет лишний? Тортик. Подарок. Кусочек тортика со свечкой. И вот этот колпак праздничный. Это все, наверное, относится к празднику. Поэтому кися, какая бы красивая она не была, тут лишняя. Дальше. Смотрите. Тут у нас нарисовано четыре разных динозаврика и гусеница. То есть гусеница никак не родня динозаврикам. Значит, она лишняя. Хоть и красивая. Так, смотрим. Динозаврик, самолет, лодка, такси и автобус. Получается, это все хоть и игрушки, но последние четыре это транспортные средства. То есть можно летать, плавать, ездить на такси, на автобусе. А динозавр, к сожалению, у нас не транспортное средство. Значит, он лишний. Это интересная игра. Замечательно. Вы справились с еще одной головоломкой. Так, ну что, давайте глянем, какая последняя здесь головоломка. Тут циферки нарисованы. Один, два, три. Можете ли вы помочь Кайе посчитать предметы? Перетащите каждый номер к его окну. И когда закончите, нажмите на кнопку, чтобы проверить, все ли сделано верно. Ну, смотрите, в первой линии предмета вообще нет. Значит, это что? Говорят на нет и сюда нет. Это ноль. Какое легкое задание. Дальше считаем такси. Одно, два. Значит, циферку два. На которую я говорил, что это как утка. Дальше кусочки тортика. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь кусочков тортика. И бантики. Один, два, три. Три бантика. Отлично. Все правильно. Начинаем считать подарки. Один, два, три. Три подарка. Дальше наших овечек, которые намекали. Один, одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять овечек. Вот она, девяточка желтенькая. А дракончиков сколько? Дракончик один-одинешенек. Скучает. Но ничего. Давайте посчитаем кораблики. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть корабликов, парусников. И это правильный ответ. И последний счет. Вот они, гусенички у нас. Давайте считать. Одна, две, три, четыре. Пять гусеничек. Или гусениц. Дальше птички. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь птичек. Вот восьмерочка красненькая. Дальше такси. У нас сколько машинок? Одна, две, три. Оранжевая троечка. И кусочки тортиков. Одна, один, две. Блин, неправильно. Один кусочек, два, три, четыре, пять, шесть, семь кусочков. А в прошлый раз было восемь. Кто-то уже один, наверное, съел. Вот она, оранжевая семерочка. И это правильный ответ. Поздравляю, вы решили еще одну головоломку. Ух ты, какая красивая головоломка. Каю, полицейский. Давайте сейчас глянем, какие головоломки у нас всего есть. Выходим в главное меню. И вот у нас уже день с Каю. А наполовину завершен. То есть мы с ним провели завтрак. Утро. Теперь сходили в школу. Обед. А в следующих обзорах мы с вами рассмотрим вечер Каю. И ночь Каю. А пока, мисс, давайте глянем на пазлы. Какие же у нас здесь есть пазлы? Выберите один из доступных пазлов. Определите количество кусочков и веселитесь. Ничего себе, сколько много пазлов. А давайте один сложим. Кто-то последнего не понравился. Так, можно сложить из четырех кусочков. Из девяти, из шестнадцати. Из двадцать четырех и тридцати пяти. Ничего себе. Давайте попробую сложить из тридцати пяти. Самый сложный. Ух ты. Даже не знаю, где его, с чего начать. Вот так вот. Так, я что-то потерялся. Интересно, если неправильно будет говорить нам, что неправильно. Да, он сюда никак не подходит. Видите, это сверху вообще. Вот здесь он правильный, оказывается. Так, а как же тут нам быть? Это тоже неправильный. А почему же нам не говорят, что он неправильный? Давайте, тут, оказывается, можно просто угадывать. Это тоже правильный вариант. Дальше. Это не отсюда. Вот он. Тоже правильный вариант. Главное, чтобы начало у нас было. И здесь правильно. Значит, каю начинается здесь. Тоже верно. Так, а вот серенький кусочек. Это, наверное, отсюда. Ладно, было найти пару правильных кусочков. А дальше все как по маслу пойдет. Так, это каю машет рукой. Значит, это, наверное, отсюда. Отлично. Смотрите как. Дальше. Вот еще один кусочек с каю. Правильно. Откуда же вот этот кусочек? Я даже не знаю. А, это еще одно колесо машины. Может быть отсюда? Смотрите, опять верно. Вот нам фартит сегодня. Так, а вот этот кусочек? Может быть отсюда? Точно. Этот угловой кусочек. Здесь вообще не ошибешься. Ага, а вот этот желтенький, наверное, сюда. И еще один. Видите, главное в пазле найти точки соприкосновения. Так, а вот этот беленький может быть отсюда? Нет. Скорее всего, значит, отсюда. А вот этот угловой может быть только сверху. Больше нигде. А этот угловой только снизу. Слева. Дальше. Что это у нас? А, это же голова каю. Вот она. Ее ни с чем не перепутаешь. Дальше, дальше, дальше. Вот. Нет. Неправильно. Откуда же это у нас? Вот. Точно. Руль. А это вот беленький кусочек, наверное, снизу. А это справа, сбоку. Вот правый верхний угловой кусочек. А вот ноги каю. Осталось совсем немного. Так, сверху. Это не отсюда. Это с другой стороны. Так, что у нас еще здесь есть? Вот он кусочек правильный. И рядом такой же. Так. Ах, вот еще одна часть каю. А вот, кстати, последняя его часть. Дальше. Значок последней полицейской машины. Тут уже вообще легко осталось все. Вот так вот. И вот так. То есть, в конце просто вообще уже никакой сложности. Видите? И все. Последний кусочек. Супер. Только мы ошли немного. Отлично. Выберите один из доступных пазлов. Определите количество кусочков и веселитесь. Так, ну что же, друзья. На сегодня наш обзор завершен. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, то, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. А также поделитесь им с друзьями. А также можете написать в сообщениях, понравилась ли вам эта игра или нет. А и какие игры про каю еще рассмотреть на нашем канале. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Оставайтесь с нами. Для этого можете подписаться. А если вы уже подписаны, нажмите на колокольчик и не пропускайте наши новинки. Пока-пока. До новых встреч.